Что касается транспорта? Не один раз мне было обещано, что все будет хорошо. Не один раз я предлагал директору предприятия наладить отношения правильно, спокойно, в ровном русле. Через какое-то время, чтобы мы могли расчистить те неприятные моменты, которые есть у него внутри предприятия. Директор все отрицает, он считает, что все нормально и все в порядке. По крайней мере, на том столе это половина жалоб. Это всего за пару месяцев у меня скопилась жалоб на работу этого предприятия. К слову сказать, предприятие занимает 80% рынка перевозок района. То есть фактически оно основное. Ну, в общем, говорили-говорили, так мы ни до чего и не договорились. И, естественно, я не мог поступить иначе, как не по закону. И мы пошли по пути расторжения договоров. О чем? Было внесено предупреждение. Официально было вручено. Оно было вручено, по-моему, в среду, если я не ошибаюсь, на прошлой неделе. Да, да. Вот. Или даже, не, на этой неделе, на этой неделе. Да, во вторник, вторник на этой неделе мы вручали. Вот. Значит, и пошел процесс расторжения договоров. Там 12 маршрутов. 12 маршрутов. Так? Вот. Значит, мы будем назначать временного перевозчика, нам это закон позволяет. И будем проводить конкурс. Вот сейчас, вот в настоящий момент, мы сейчас ведем переговоры, чтобы этот временный перевозчик смог обеспечить нормальные перевозки, чтобы у него был автопарк, чтобы у него были нормальные автобусы. В договоре написано, что автобус должен прийти в 8. Значит, он должен прийти в 8. Там написано, что через 15 минут должен прийти другой. Он должен прийти другой через 15 минут. Там написано возить льготные категории бесплатно пассажиров. Значит, надо возить бесплатно льготные категории пассажиров. Вы получали от государства в прошлом году вовремя и в срок деньги в качестве компенсации за льготную перевозку? получали. Так вот из практики в Одессе, я вам говорю, никто такую компенсацию не получал. В городе Одессе. В миллионном городе. А тут всего 60 тысяч. И предприятие получало очень неплохую сумму. Получило. Тысяча миллионов, миллион семьсот, если мне память. Это достаточно такая. Я не скажу, что это много, не скажу, что это хорошо, это здорово. Но это очень так неплохо. Вот так. Это очень неплохо для предприятия. Это хорошее подспорье. Всего-то на 40 машин. Вот. То есть вот так вот. То есть вот так. То есть надо и все. И больше делать ничего не надо. В принципе. Просто выполнять условия договора. Больше ничего не надо делать. Да, надо, чтобы твои водители людям не хамили. Всего-то на всего. Если у тебя водитель хамит, то не нужно директору, мне директору говорит, что он не может с ним управиться, потому что, видите ли, он там житель откуда-то там, и он не воспитан. Меня это не интересует и не волнует. Договор заключен не с водителем, а с предприятием. Я думаю, что я рассуждаю правильно и логично.